В программе действительно есть, но я все-таки, во-первых, назову тему доклада «Музыкальная терминология в науке о литературе», во-вторых, сразу очерчу, о чем я буду говорить и о чем говорить не буду. Значит, прежде всего, это цель доклада – наметить основные вехи истории вторжения музыковедческих терминов в литературную науку на материале русского литературоведения. Другие традиции я затрагивать не буду, подозреваю, что там все по-другому. И о чем в докладе не будет идти речь? О попытках приложения музыкальных форм к словесным текстам в отдельных статьях. То есть, когда это не становится литературоведческим термином, а просто берется автоматически некая жанровая структура и делается попытка именно эту жанровую структуру приложить к конкретному тексту. Пример, скажем, когда Дмитрий Дмитриевич Шерстакович сказал, что он видит черного монаха как сонатная аллегра, и как Николай Фортунатов после этого человек с музыкальным образованием просто попытался прочитать черного монаха через форму сонатного аллегра, в общем, даже не оговариваясь, а что является аналогом, скажем, темы в музыке, темой в литературном тексте. В общем, вот такого рода вещи я вообще затрагивать не буду. Я буду говорить только о появлении в науке устоявшихся понятий, которые попали в литературоведческие словари, начиная со словаря древней и новой поэзии Остолопова 1821 года и заканчивая справочником под редакцией Натана Давидовича Тамарченко поэтика «Словарь актуальных терминов и понятий». Итак, анализ словника, словаря Остолопова показывает, что музыкальных терминов там ничтожно мало. Я их все перечислю. Амибейская композиция, именно амибейская, мы сейчас говорим амибейная, ария, кантата, песня, романс, опера. Есть еще ронда, но этот термин используется, описывается как устоявшаяся страфическая форма, а вовсе не как музыкальный термин. А ронды в музыке там вообще даже речи не идут. Опера и ария в словаре Остолопова описаны как феномены музыкального, а не словесного искусства. Статьи «Песня и романс» касаются только тематики, говорится, любовная тематика. Вообще, должна сказать, что в последнее время я к этим двум формам вернулась, с ними так сложно, несмотря на их простоту. Иными словами, в первый русский словарь поэтики попали только термины, обозначающие словесно-музыкальные жанры, причем музыкальные аспекты в словарных статьях практически отсутствуют. Скорее всего, они попали в словарь потому, что в реальной поэтической практике было немало стихотворений, где, например, песня или романс играли роль заглавия и указывали на подразумеваемую музыку. В течение ста лет ничего существенного в справочниках не появилось. А вот в 20 веке, до поэтического словаря Квитковского, до его первого издания в 1926 году, вот в 20 веке появляются работы, в которых вводятся музыкальные термины, уже как, и делаются попытки как-то их описать в приложении к словесному тексту. Вот в словаре литературных терминов 1926 года расширилась статья «песня», но только за счет дифференциации разновидностей жанра. Историческая песня, свадебная песня и так далее. И только поэтический словарь Квитковского значительно увеличивает объем музыкальной терминологии в литературоведческом обиходе за счет понятий, предложенных теоретиками стиха на рубеже 19-20 веков и в 20-е годы. В словарь Квитковского вошли небольшие статьи «Мелодика стиха». Все помним, что это Эйхенбаум предпринял такое описание мелодики стиха. Инструментовка, интонация, но наиболее радикально у Квитковского изменилась система описания русского стихосложения. Прежде всего, центральными понятиями русского стиховедения, которое обнимает по Квитковскому все три системы стихосложения, тоническую, силабическую и силаботоническую, автор словаря сделал понятие «такто». Единицы метрического измерения в музыке он назвал теперь систему русского стихосложения «тактометрической системой». И в соответствии с тактометрической теорией стиха были переписаны все статьи о системах стихосложения, стихотворных размеров и тому подобное. По сути дела была предложена некая революция в стиховедении. Но надо сказать, что идея «тактометрии» как основы русского стихосложения и как основы русской теории стиха среди стиховедов поддержки не нашли. Спор длился долго, в 60-е годы при переиздании словаря Квитковского к этой проблеме еще раз вернулись. И прежде всего все указывали на уязвимость понятия «тактовой сетки», которая накладывалась на стихотворный текст. Надо сказать, что в музыке, в музыковедении «такт» – это совершенно точное измерение ритмической структуры. Причем измеряется не только доли «такта», там три четверти, две четверти, четыре четверти, шесть восьмых, но и длительность и нот. Целая половинка четверть, восьмая, шестнадцатая и так далее. Такт может быть заполнен нотами разной длительности, лишь бы их сумма была равна заданному метру, скажем, две четверти. Но поскольку длительности звуков в европейских языках практически отсутствуют, почти, то приверженцы «тактовой теории» исходят из количества слогов в такте. Две доли – два слога, три доли – три слога. А если слогов не хватает, как это часто случается, тогда вводится пауза, как обязательная часть структуры. Выдерживать, либо надо выдерживать паузы между слогами, если позволяет словораздел, либо тянуть слоги. Простите, покажу, как это понимает Квитковский. Он приводит в пример Маяковского. Я подирижирую. Наш отец – завод, красная кепка – флаг, только завод позовет, руку прочь, враг. Ну, еще более выразительный пример из стихотворения Блоков «Стало в сиянии крестила детей» я не буду приводить, но там у него вот эти паузы, обязательные, которые он вводит, особенно в конце строк, там совершенно потрясающие, потому что у него там даже семь иногда бывает обязательных пауз в конце строк. Иногда одна, иногда вот семь. Там он вынужден даже менять ударение вместо дополу-дополу, чтобы все укладывалось в эту так называемую тактовую сетку. И вся эта разметка отсылает, как об этом неоднократно говорили оппоненты, уже не к объективным измерениям стиха, а к способу декламации. Ну, вот хорошо, вот автор этой теории вот так этот стих произносит, но это совсем не означает, что все обязаны произносить именно так. То есть что получается? То, что в музыке и в теории музыки опирается на точные, почти математические показатели в словесном искусстве и в стихах сразу же теряет эту точность и размывает как раз понятие доли, которая приравнена к слогам и речевым паузам, того, на чем в музыке и держится такт. После словаря Квитковского мы сразу сейчас перенесемся на 40 лет вперед и назовем последний словарь, выявивший определенное расширение сферы музыкальных терминов в литературоведении. То есть началось не со словаря, но словарь их как бы узаконил. Речь идет о словаре поэтика, словарь актуальных терминов и понятий 2008 года. Этот словарь знаменует постбахтинский этап в российском литературоведении и термины, почерпнутые в монографиях и статьях Бахтина и осмысленные в нескольких выпусках бахтинского тезауруса заняли свое место в словарных статьях. Конечно, особое место в этом словаре отведено термину полифония. Так, сейчас я скажу, извинившись перед музыкантами. У музыкантов принято говорить полифония. Это профессиональный жаргон. Вот, все словари языковые указывают полифония. Поскольку я человек как бы вот с двумя языками, в смысле с двумя языками описания, то когда я среди музыкантов, я говорю полифония, когда я здесь среди филологов, я говорю полифония. Да и я уверена, что Бахтин говорил полифония, не знаю. Итак, роль Бахтина во внедрении музыкальной терминологии в литературоведческие исследования 60-х-2000-х годов трудно переоценить. Однако нельзя не отметить, что сам автор термина полифонический роман и полифония в словесном тексте настаивал на их метафоричности. В обоих изданиях книги о Достоевском он сохранил оговорочное, рефлектирующее замечание. Процитирую. Необходимо заметить, что и нами употребляемое сравнение романа Достоевского с полифонией имеет значение только образной аналогии, не больше. Образ полифонии и контрапункта указывает, вот обращаю внимание, это очень не случайно, что тут музыковеды разведут руками, потому что у Бахтина мы очень часто встречаемся с этим сочетанием полифония и контрапункт. Любой музыковед скажет, да это же синонимы, почему и? Я потом этим занялась, и если захотите узнать, можете мне потом вопрос задать, я скажу, почему он их не считает, уже в собственном слове употребление не считает синонимы. Итак, образ полифонии и контрапункта указывает лишь на те новые проблемы, которые встают, когда построение романа выходит за пределы обычного монологического единства, подобно тому, как в музыке новые проблемы встали при выходе за пределы одного голоса. Но материалы музыки и романа слишком различны, чтобы могла быть речь о чем-то большем, чем образная аналогия, чем простая метафора. Но эту метафору мы превращаем в термин полифонический роман, так как не находим более подходящего обозначения. Не следует только забывать о метафорическом происхождении этого термина. То есть он начал с того, что это метафора, и закончил тем, что это метафора. Ну, я должна сказать, что я провела анализ семантического гнезда полифония в работах Бахтина. И пришла к выводу, что одним из важнейших элементов семантического гнезда полифонии является, как следует ожидать, понятие голоса. В проблемах творчества Достоевского Бахтин не дает специального определения этого понятия, но связывает с ним целую цепочку других понятий. Сознание или сознание с их мирами, мир, кругозор, центр, индивидуальная воля, точка зрения, слово. Когда он работал над вторым изданием в плане переработки книги о Достоевском, он поставил задачу определения голоса, где термин «голос», вот он там перечисляет, что должно быть в этом термине, в этом определении, у него этот термин проявляет и прямое, и переносное значение. Цитирую опять. Сюда входят и высота, и диапазон, и тембр, и эстетическая категория лирический, драматический. Сюда входят и мировоззрение, и судьба человека. Человек, как целостный голос, вступает в диалог. Он участвует в нем не только своими мыслями, но и своей судьбой, всей своей индивидуальности. Ну вот, казалось бы, завершение этой цитаты уводит понятие голоса из музыкальной сферы. Но я была очень рада, обнаружив, что соотнесение голоса в полифонической музыке с представлением о человеческой личности, смысле и воплощенной идее, оказывается, очень хорошо осознавалось старыми мастерами полифонии. Так ученик Баха, Йоганн Николаус Фортель, вспоминал. Он объяснял своим ученикам, каждое произведение – это беседа разных голосов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если ученики верно чувствовали индивидуальность голосов и хорошо выражали ее, им разрешалась полная свобода. Бах позволял тогда использовать любые интервалы, самые смелые обороты, мелодии и гармонии, все, что ученики желали и могли, но только в том случае, если в этом был смысл, если это служило для выражения какой-либо идеи. Очевидно, что Бахтин сознавал необходимость строгого определения термина «голос» и даже выстраивал структуру этого определения, двигаясь от прямых значений к переносным. Начинает с характеристик уместных в музыке, высота, тембр, диапазон, лирический и драматический из области музыки, но и театра, лирический и драматический тенор, лирическая и драматическая сопрано. Одновременно к этим характеристикам подключаются значения мировоззрения и судьба, что сразу меняет и собственную музыкальную семантику и переводит ее в другой переносный смысловой план. Наконец устанавливается первое синонимическое соответствие «человек как целостный голос». Однако ни в одной своей работе Бахтин так и не дал определение голоса, в котором были бы логически сведены все намеченные им семантические уровни этого понятия, а главное, где бы были названы соответствие между, например, таким термином, как тембр в музыке. Музыкант, конечно, поймет, что такое тембр, но что такое тембр в поэтике словесного искусства, вот это иначе, чем метафорически, конечно, сделать нельзя, но не только тембр. Высота, скажем, диапазон. И надо прямо сказать, что как раз анализ словопотребления в работах Бахтина показывает, что ни высота, ни тембр, ни диапазон у него вообще, говоря в его словопотреблении, при конкретных описаниях бахтинской поэтики, нет их там, стало быть, гораздо чаще. Иногда он использует музыкальные понятия тона и обертона, но, собственно, это и все. Надо сказать, что Бахтин, как это очевидно из его определений полифонии и голоса в литературной теории, опирается на два важнейших для него источника. Первый – это работы Вячеслава Иванова, прежде всего, статья «Две стихи» в современном символизме, в которой унисон, полифония и гомофония – три последовательных этапа развития культуры, три типа культурного мышления европейского человечества. «Господство унисона по Иванову – эпоха ознаменовательная, где каждый участник, каждый голос – лишь часть целого, единодушно признающего общезначимую реальность вне индивидуального и выше индивидуального. «Полярная противоположность» – эпоха преобразовательная, которую он соотносит с романтизмом, то есть эпоха индивидуального произвола, индивидуальной фантазии и господства гомофонии в музыке, которую Иванов называет музыкальным монологом, замкнувшим на себе все многоголосие мировой гармонии. Эпоха, в которой ознаменовательное и преобразовательное начало находится в равновесии, переход по Бахтину – это переход от Средневековья к Взрождению, соответствует этапу господства полифонии в истории музыки. Второй источник для Бахтина – теория музыки как таковая. Ну, как я уже писала в бахтинском тезаурсе в статье «Полифония», в определениях полифонии в учебных изданиях и музыкальных энциклопедических словарях совершенно очевидно совпадение существенных структурных характеристик, равноправие голосов, сочетание голосов, одновременность звучания, текучесть. Характеристика тематического развития в полифонии – постоянное обновление образа, раскрывающее его новые стороны – совпадают с бахтинскими характеристиками развития идеи в полифоническом романе. Голос в полифоническом музыкальном произведении при всей своей самостоятельности и равноправии тем не менее развивается в постоянном взаимодействии с другими голосами как по вертикали, так и по горизонтали. Вот тут надо назвать ряд категорий музыкальной полифонической теории, которые крайне существенны для бахтина, но почти никогда не связываются непосредственно с его идеей полифонии ни одним интерпретатором. Это не только голос, но и ответ. Ответ – это, как знают музыканты, это второе проведение темы, скажем, в фуге в несколько ином виде. Вот тема, дальше второе ее проведение в другом голосе – это ответ или тональный ответ. Акцент. Двуголосие или скрытое двуголосие. Расщепление голоса. Соединение. Сочетание. Каждая из этих категорий может быть истолкована двояко, как музыкальный термин, входящий в любой учебник полифонии, и как категория речевой деятельности с не меньшим правом. Добавлю в заключение от себя, что, как показывает анализ бахтинских текстов, метафоричность все же не означает ни точности и ни обязательности. Система повторяющихся значений в работах бахтина говорит о глубокой продуманности, проведенной бахтиным аналогией. А соотнесение бахтинской терминологии с музыковедческим тезаурусом свидетельствует о строгом предметном значении каждого слова, входящего в бахтинское гнездо полифонии. И в этой системной продуманности аналогии музыкальной полифонии музыкального голоса со словесным искусством как раз отличие бахтинской терминологии от его современников и предшественников. У меня, наверное, уже совсем нет времени, поэтому я просто закончу. Перенесение музыкальных терминов из музыковедения в область литературоведения постоянно воспроизводит один и тот же парадокс. Музыковедение – наука точная, и за каждым музыковедческим термином стоит абсолютно точная и конкретная реалия. Тоже можно сказать о скрупулезно разработанных приемах анализа музыкальной формы. Однако применение музыкальных терминов к литературным текстам сразу же лишает их понятийной точности и превращает в метафоры и аналогии с размытым значением, хотя и открывают в ряде случаев богатые евристические возможности при анализе словесного текста. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Дина Махунновна, за безупречное выполнение регламента, за чрезвычайно интересный доклад, ну и за подспудную критику Бахтина, которая вполне уместна в рамках «Сказ-парасистений». Я скорее считаю, что он из тех, кто лучше всех продумал эту аналогию. Его она все-таки наиболее системно выдана. Хорошо. Спасибо, дорогие коллеги. Наверное, вопросы есть. Дин Махунновна. Спасибо. А был подан, так сказать, мяч, я его отбиваю немедленно обратно. Вы хотели рассказать, почему у Бахтина полифония и контрапункт не… Значит, вот расскажите. Да, ну вопрос в том, что, как я вот проанализировав большую часть трудов Бахтина, и, слава богу, сейчас есть и указатели, которые сильно облегчили работу, я увидела, что, оказывается, если, говоря о полифонии, Бахтин подчеркивает прежде всего принципиальную неслиянность голосов. Про неслиянность я еще тоже могу два слова сказать, если позволите, потому что очень многие, читая про неслиянность, полагают, что это означает, что голоса вообще друг друга не слышат, что они абсолютно самостоятельны и независимы друг от друга между тем, как они постоянно друг другу отвечают. То есть есть вообще в музыке, в музыкознании такой термин, как линеарность. Так вот, все принимают полифонию, где голоса друг друга как раз слышат и друг другу отвечают за линеарность, возвращаясь к контрапункту. Значит, когда Бахтин говорит о полифонии, он говорит о том, что голоса, отвечая друг другу, все-таки никогда не сливаются в нерасторжимое единство. А вот контрапункт заканчивается как раз объединением в некий конечный единый ответ. И вот что еще интересно. Когда он говорит о контрапункте, он никогда не говорит о романе. Он говорит только о повести. Контрапункт у него только в повестях. Вот такая. Ну, я не виновата, тексты показывают. Замечательно, спасибо огромное. Спасибо. Ну, это все надо как-то переваривать и обдумывать. У меня есть отдельно про контрапункт статья, Вера Аркадьевна. Если хотите, я вам ее просто пришлю. Спасибо. Она опубликована, так что, если хотите перепроверять, можете посмотреть просто сначала со статьей. Кожа сохрани. Просто любознательность. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие коллеги, нет ли еще у кого-нибудь вопросов? Да, Ирина Викторовна. Ой, я не слышу. Мы не слышим вас. А вот. Сейчас. Попробуй усилить звук, Лен. Может быть, у тебя стоит звук на минимуме. А так. А отлично. Вот теперь прекрасно. Извините, у меня тут какие-то... У меня малюсенькое. Во-первых, спасибо огромное за интереснейший доклад. Я просто хочу сказать, что при анализе, ну, в частности, романа Флабера, госпожа Бавари, во французской критике, это просто общее место теперь. Полифония и контрапункт. При анализе чужой речи. То есть, при этом, как бы, вот такой точности в определениях, которые вы дали, которые мне лично очень интересны, у них нет. То есть, они называют контрапунктом вот эти знаменитые сцены, когда, ну, скажем, вот эта сцена выставки сельскохозяйственной, когда идет один голос докладчика, а параллельно Рудольф соблазняет Эмму. И как это при этом замечательно совмещается, и какая получается там и сатира, и пародия, и так далее, и так далее. То есть, термины работают на уровне просто учебном, я бы сказала. А вы не могли бы сказать, это после публикации бахтинских работ у французов появилось вот это? Мне немножко трудно это сказать, но я думаю, что да, конечно. Спасибо. Как бы термин полифонии пошел. Спасибо. Спасибо вам. Но при этом определения они не дают, просто употребляют как бы... Как раз сказали, что не дают. Это вообще место такое. То есть, ну, если бы, наверное, это все можно выяснить, но вот я с этим сталкивалась на таком, ну, сугубо практическом уровне, по крайней мере, поскольку я теорией не занималась этой, но чужая речь у Флабера действительно вещь невероятно интересная, и там очень много совмещения голосов как раз. Спасибо. Спасибо, спасибо. Дина Махмурна, я не удержусь от такого, поскольку никто руку не тянет, а мелкого, ну, не столько именно вот такого соображения рядом, занятно как до Бахтина и до литературической рефлексии понятие слиянности, неслиянности и фуги вводит Толстой в Петином сне в войне и мире. Помните? Помню, конечно. А вот я бы сказала, что мы тут, наверное, должны припомнить и, конечно, до Бахтинскую и вполне себе религиозно-философскую категорию нераздельность и неслиянность. Вот я бы сказала, что это вот, может быть, и туда есть определенный поворот. Очень интересно, спасибо. Хотя Бахтин ведь Толстому как раз отказывал в полифонизме, именно потому, что у него все-таки, в конце концов, господствующий голос и побеждает некий. Не в этой сцене, а в принципе. Тут уже трудно согласиться. Тут уже трудно вообще говорить. Потому что очевидно, что у Толстого голосов много, и они никого не побеждают. А у Достоевского все побеждено одним голосом. Но это уже мы. Да, это мы уже в другую область. В другую область. Так, коллеги, еще, наверное, совсем короткий вопрос. Если у кого-то есть, может быть, кто-то задаст и Дед Махмонна ответит. А если нет, то... Спасибо. Огромное спасибо. И тогда мы продолжаем. И я отключу.